Всем большой привет, всем здорово, добро пожаловать на канал Виртуальная Реальность, меня зовут Дэн, и у меня прохождение спецоперации затмения на уровне сложности легко, но в одиночку за штурма и без единой смерти. Наша задача, как бы это странно ни звучало, пережить песчаную бурю и победить зомби. Нам поможет неожиданный союзник, но будьте осторожны, у него могут быть свои интересы. Ну, о каких именно интересах идет речь, пока не совсем понятно, но в общем и целом, если разбирать, то безумолку будут тарахтеть по-насамому началу Оберон Уайт и наш генерал Ли Уортон. Ну, наверное, все уже слышали, о чем они там говорят, рассказывают, кому интересно было, уже послушали. Поэтому просто-напросто я буду их перебивать. Было несколько таких рубежей, в которых я немножко сомневался, получится ли пройти или нет, а поэтому я поначалу ходил, ну, просто-напросто в рандомных там комнатах на легком уровне сложности, чтобы просто посмотреть, послушать, увидеть, пощупать, узнать, где наиболее тяжелые рубежи, где нужно будет поднапрячься прям конкретно. Даже несмотря на то, что это легкое, в одиночку здесь есть все-таки такие сложные моменты. Ну, как-никак спецоперация необычная же, там, ПВЕ-шка легкая. Правильно ведь? Как таковой про саму спецоперацию я не думаю, что есть смысл рассказывать. Единственное, что это своего рода является продолжением Анубиса, спецоперации, которая была довольно давненько уже добавлена. То есть что-то подобное у нас уже было на Сибирской, в Сибири точнее. В Снежном бастионе выпустили почти подряд все эти спецоперации. Ну, я имею в виду, в более или менее короткие сроки все это было сделано, большая подготовка была и так далее. Но здесь вот так вот решили. Возможно, будет еще третья часть, ну, как бы не исключено. Учитывая то, что мы просто-напросто ушли на вертолете. Ну, мало ли, может, его сбили там или еще что-то. Ну, это только повод для полета фантазии, скажем так. Так, и будь у меня какая-то конкретная инфа, я бы не поскупился, обязательно поделился. Но могу только предполагать. Так как у меня нет никаких ни связей, ни, скажем так, каких-то фактов. Вот, пока я, короче, рассказывал что-то к чему, первый рубеж уже проехали, и я немножко переживал за некоторые такие моменты, где нужно будет весь свой скилл ПВЕ-шника, короче, включить. Есть он, нету, вопрос другой, но мне реально сложно было на некоторых рубежах. На первом рубеже, в принципе, на машине в самом начале я только думал, что будут какие-то проблемы. Ну, по крайней мере, я предполагал, что они будут. Но на самом деле все обошлось, и там абсолютно ничего сложного нет. И первый этап сейчас позади. В машине, когда едешь, там вообще ничего страшного не происходит. Я думаю, что в одного там вообще никаких проблем ни у кого не возникнет. Но главное, чтобы обязательно было оружие какое-то более или менее добротное, ходил я сначала в ознакомительных целях на легкий уровень сложности этой спецоперации с разным оружием, экспериментировал, скажем так, искал какие-то наиболее оптимальные варианты, и остановился на таком пулемете, как М249 пара. Дал предпочтение все-таки скорострелу, нежели какой-то точности либо какой-то удобности в виде печенега, либо, может быть, М60-го пулемета. Мне нужен был скорострел, и я думаю, что это очевидный выбор, потому что в конце Энигмы, черт бы их побрал, в конце Энигмы. Если бы это был золотой печенег, может быть, я отдал бы ему предпочтение. Но так как у меня его нет и нет возможности никаким образом его там приобрести, так как удовольствие, во-первых, довольно недешевое, и брать его для каких-то целей, там, ну, не знаю, странновато было бы, правильно ведь? Поэтому я взял пару. Пара скорострельная, у пары также 200 патронов, и с парой можно, в принципе, отстреляться как от ботов, от обычных, ну, от зомби в данном случае, в данной спецоперации, сколько бы их ни было, если делать все аккуратно. Так и от, пожалуй, самого страшного, что может меня здесь поджидать, от Энигмы. Да, вот единственная... Единственная пара немножко с боекомплектом подкачала. Две всего ленты, и мне приходится постоянно, чтобы быть в полном, чтобы полная лента была заряжена постоянно, мне приходится следить за патронами. Ну да, на сложке меня бы здесь завалили бы уже давно, но на легкой не было ни разу, чтобы меня боты опрокинули здесь, ну, либо я не доводил до такого. Ну, в такой толпе, в такой каше, на самом деле, меня бы на сложке уже давным-давно опрокинули. Я про профи вообще уже молчу. Даже не знаю, как на профи здесь действовать, наверное, просто тупо в круговую какую-то оборону занимать, потому что они со всех сторон реально налетают. Теперь нужно забыть об ошибках прошлого и сосредоточиться на будущем. Приготовьтесь к встрече. А, ну здесь... Вот обычные боты. Смесь бульдога с носорогом, короче. Зомбированных ей... Ну, в другом немножко смысле зомбированных. Бойцов Блэквуд. Ну, все это дело происходит на легкой, поэтому можно позволить себе вот такую вот наглость выходить просто тупо на ботов и все. И, что называется, фармить просто их. По второму рубежу, вот сзади, то, что происходило сейчас немножко раньше, вот за этот тоже рубеж я переживал, потому что частенько там сливались обычные игроки, которые со мной отправлялись даже на легкую. Мудрялись помирать. Помирать и... Потому что, ну, не знаю, ходят. В чем попало? Я имею в виду снаряжение. С каким попало? Оружием. И с каким попало снаряжением. Не берут. Часто... Часто я замечаю, что не берут на спецоперации, даже на легкие, какие-то регенищи, хп или броню. Шмотки. И, блин, ну и как бы платятся за это своими смертями, а не проходами. Я даже не знаю, на что они рассчитывают. Просто на то, что какой-нибудь чудик просто возьмет и проведет их, что ли. Я не знаю, или просто заходят там. Ну, интересно все-таки, как ни крути в проходе, наверное, спецоперации. Ну, легкой тем более. Ну, вряд ли там кач какой-то дикий. Да и потом, чтобы качнуться, немножко надо пройти спецоперацию, чтобы максимум вышить из миссии, на которую ты уходишь. Ну, ладно, это все уже заезженная довольно тема. А здесь вообще без проблем. Ох, как жирно тут по ботам. Ты откуда взялся? Ну и сиксаур. У меня как дополнительное оружие я бы взял обычный свой сик, либо грач. В принципе, для спецух не принципиально, какой пистолет ты берешь. Если, ну, рассматривать, как взаимозамену грач или сиксаур, грач шучит в голову. Сиксаур не всегда. Вот. Но сиксаур зато можно с бедра здорово с него поливать, и у него патронов больше. И поэтому... Ну, я до этого сходил на ледокол с ложку, все-таки взял сик на халяву. Не потому, что там не хватает у меня варбаксов, а просто потому, что вот такой вот я ПВЕ-шник хожу за сегом на ледокол. Ну, и здесь в бункере, в принципе, тоже никаких проблем не будет, потому что... Ну, если быстро реагировать, конечно, на все происходящее. Все просто. Поднялся щит. И это же, кстати, на сложке тоже, по-моему, работает. Поднялся щит, встаешь за щит. Первые два щита. И ты в укрытии. В принципе, тебе ничего не грозит. А вот второй вариант надо, наоборот, внутри. Потому что с двух сторон по краям будут скалопендры, мать их. Еще и боты. Вот видите, здесь тоже щит стоит. Ух ты, иди, твою мать. Удачненько ты зашел. На профи, наверное, костей бы не собрал. Ну, и теперь, короче, реформ. Сейчас целая толпа их будет. Лови. Очень здорово то, что... Ого, 12. 13. 15. Давай еще. Давай. Двадцаточка. А, блин, похерил. Прикольно. 21 серия в голову. Как этот, блин, казино какое-то. Ну да, здесь, в принципе-то, ничего сложного нет. И облегчает задачу все это дело еще то, что мы не привязаны ни к какому персонажу либо какой-то технике. Ну, я имею в виду какую-нибудь там Энигму, либо как на ПВЕ-миссиях, там, какому-нибудь грузовику другому, либо какой-нибудь боевой машине и тому подобное. Все просто. Не нужно ничего и никого сопровождать. Ты просто должен пробраться сквозь толпу вот этих вот зомбированных. Это ж просто жесть. Кстати, по поводу того, с первого раза прошел все это добро или нет. Нет, не получалось у меня пройти без смертей. Я прошел, наверное, ну, как бы не соврать, наверное, раз пять легкую миссию и я не знаю, почему, но меня часто стало кидать или уже ранги выше ромбика и птичек вообще не ходят на ПВЕ рандомно. Они там со своими тимами с окланами ходят. Я в рандомную тиму залетал на легкую и мне часто, да не то, что часто, мне почти все попадались ежики ромбики, щитки, галки даже были. Я вообще офигел. Или там другой спецухи было. В общем, факт в том, что почти всегда мне приходилось как-то во всех пяти вот этих попытках прохода, ну, в смысле, в пяти проходах, мне всегда почти выдавался случай, чтобы в одного где-то там на какой-то волне там тащить условно, отстреливаться в одиночку и это здорово мне помогло в плане набора опыта, то есть я уже в принципе-то знал к игре, наверное, четвертой что-то к чему, где, кто, сколько, когда выходит и этого было достаточно, но я решил все-таки закрепить всю эту тему еще парой проходов на всякий случай как я и поступил в принципе не стал я просто-напросто торопиться да и людей если честно не было которые могли бы меня просто взять и запустить часто такая проблема возникает вот этот запуск который вот на проход сейчас мы как раз на счастливые часы ходили на марафон в счастливые точнее часы и после марафона ребята ну что давайте там перерыв там кто куда чего я я просто попросил ребят пока не разбежались запустить именно меня просто запустили я решил реализовать эту попытку в полной мере так как после пяти удачных проходов с командой ближайшей деревни полным полно зомби советую вам быть начеку я еще пытался пройти дважды в одиночку но эти попытки завершились конечно успешно но я помер первый второй раз в общем по прошествии 15 минут я преодолел второй этап спецоперации в принципе там вообще ничего сложного не было честно вот там просто фарм просто фарм и в общем первые вот эти вот две попытки прохода два прохода в одиночку они были я погиб в одном и том же месте в самом конце знаете когда вот эти вот последние три энигмы вытряхиваются одна сначала ты ее убиваешь потом еще две и после того как ты предпоследнюю энигму убиваешь появляется за спиной куча ботов приземляется которые с пистолетами пулеметами если подбегают они сразу бегут к тебе если подбегают близко то вступают в ближний бой достают мачета начинают кромсать тебя на куски и вот я дважды на одном и том же месте блин слился первый раз я вообще не понял что происходит я просто охренел когда после второй точнее после предпоследней энигмы появились еще и боты вместе с энигмой в спину мне натыкали там так что мама не горюй там да я пришел взял знак поднялся в принципе расстрелял их там всех там особо-то и напрягаться не надо единственное надо отбежать от них подальше немножко ну чтобы они мачетами не зарубили а достали ппшки потому что они это легкое они криво стреляют и там никаких проблем в принципе здесь короче вообще по древнейшей классике я просто провоцирую новую волну зомбированных и отступив отстреливаю все это добро никаких укрытий ни хрена тут ничего не надо потому что зомби они просто бегут чтобы забрать тебя вручную ух ты новая серия давай ну а черт возьми 14 ну ладно пока 21 рекорд вот так ну и здесь сюрприз второй сюрприз в виде защитных лучей за спиной это не страшно это поначалу кажется что вау все меня зажали сейчас нет мы просто так не отдадимся второй проход второй попытка точнее без смертей пройти второй раз я добрался до туда же я был готов к тому что эти боты появятся я приготовил уже слепу разработал сказать так тактику может быть немножко такую топорную но ничего страшного но она бы сработала и все бы ничего но последняя энигма заагрилась добежала успела добежать до меня свалила меня с ног и меня эти боты короче запинали в контратаке добил энигму а эти боты просто подбежали там хп почти не оставалось подбежали добили блин так досадно было и каждый и каждый из проходов кстати набито было больше тысячи ботов это капец блин таких такие количество киллов на пве наверное только в одного там на опасном эксперименте вытворять можно было либо что-то в этом роде здесь в принципе тоже можно и ножом пробовать резать там ну и подобные вещи делать запускаясь там вдвоем втроем но это для тех для кому ну кому это интересно я думаю что уже в курсе они что да как здесь я же я уже в принципе давно ставлю перед собой задачу что-то там набить после того как сделали на набивку неадекватные количество врагов которых необходимо уничтожить с того или иного оружия ух ты блин ё-моё как было бы обидно если бы я сейчас на мини слился вот это вообще было бы конечно ладно давай подходи засранцы вот так вот вообще первый раз когда я пробежался по этой спецоперации и даже не прошёл её это было на ПТС и чё-то знаете как-то охладел спецухи а вот когда в одного идёшь совсем другие ощущения так же и на ПВЕ обычных миссиях вот как-нибудь попробуйте запуститься там в одного я не знаю как-нибудь попросить чтобы запустили сходите как-нибудь в одиночку это совсем другое нежели когда ты толпой проходишь но если честно в одиночку на данной спецоперации по крайней мере гораздо легче если честно проходить зомби убивать потому что они не бегают где-то по сторонам там слева справа они бегут ровно на тебя и башкой вперёд то есть ты между роком стреляешь иди отсюда и это немножко упрощает задачу то есть не надо там дохрена размахивать стволом влево вправо своим достаточно просто удобно какую-то позицию занять лечь чтобы отдача менее была ощутимой и просто делать своё дело вот и всё ну и кстати энигмы и винтокрыл были я уже говорил на стриме но повторюсь я не знаю с чем это связано они либо была допущена ошибка в разработке этой спецоперации то есть на лёгком уровне сложности они были настолько жёсткими насколько они сейчас находятся на уровне сложности сложно как по хп так и по носимому урону по персонажу блин вот здесь вот немножко неудобно вот здесь вот тоже такой жёсткий рубеж который я за которую я переживал но благо всё обошло здесь главное быстро реагировать налево направо они за двух сторон блин зараза бегут и желательно стрелять в голову чтобы подолгу там не зажимать чтобы не тратить много патронов если лента кончится то времени совсем не будет сменить её на новую и как-то более или менее экономно надо стараться разобраться с этими бантами вот эти энигмы были по поводу энигм если закончу энигмы были более жёсткими более крепкими и в одного пройти было нереально потому что я оставался в одного когда проходил на ПТС меня слили эти энигмы и когда я ещё до последней обновы тоже пытался пройти я тоже оставался в одного против энигмы у меня даже одну энигму не удавалось толком расстрелять так как она успевала добежать до меня повалить меня и уже в контратаке там много не настреляешь а если встаёшь она тебя по башне сразу заряжает и всё пиши пропало вот потом была мысль можно сказать знакомым недавним он предложил говорить слушай давай если хочешь можем вдвоём пройти в принципе мысль была адекватная на тот момент когда энигмы были неубиваемы в одиночку можно было бы попробовать но потом пришли к тому что после обновы в которой разрабы объявили о том что будет исправлена прочность энигм и винтокрыла и количество наносимого ими урона персонажу тоже будет уменьшено всё таки решили сначала дождаться обновы сделать ещё одну попытку и уже принимать решение после этой попытки ну и после обновы соответственно энигму ну вообще проще гораздо проще раза в два наверное я бы даже так сказал убивать потому что мы в пятером ходили с с кланом так чисто по фану пробежаться мы ходили по-моему на сложку или на лёгкую но не помню но факт а нет на лёгкую по-моему мы ходили вот когда ещё энигмы жёсткие были блин знаете там блин даже в пятером если вот бегаешь там ушами хлопаешь а налево кто-то направо погзал то сложновато энигму надо мочить всё-таки немножко скучковавшись что ли ну и как-то соблюдая дистанцию не дурить не подбегать к ним вплотную я не знаю может быть какие-то есть там баги что-то ещё но мы стараемся не багаюзить тем более наверное было бы глупо публиковать видосы с какими-то багами там недоработками и тому подобное ух ты 14 давай 16 и больше никого прикольно прикольно ух жесть мать вашу и кстати в этом же проходе я набью нашивку 10 тысяч зомби убитых в голову там совсем немного осталось всё вот так вот постоянно приходится перезаряжаться соблюдать чтобы лента была полной вот так вот так потому что с каждой новой на каждую новую волну уходит ну примерно по ленте даже иногда приходится пистолет доставать и добивать вот поэтому я стараюсь каждый раз ой ёлки как не вовремя ужас крикуна этого пока завалишь поэтому я стараюсь держать короче обойму полностью чтобы была заряжена чтобы вообще никаких у меня даже не было помыслов а все болеем как меня не вовремя ох ты мать моя нет бляха нет один выстрел оставался не ну вот это в принципе не страшно охренеть вот же твою мать чуть не слил вот тебе и 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 все мне я там не поднялся уже там бы и закопали немножко я пропукал вот буквально пару секунд из-за этих из-за того что меня по ту сторону защитного этого луча блин телепортного потерял несколько секунд и чуть не поплатился за это пошла серия хорошая вот она десяточка моя суровый приговор убить десять тысяч зомби попаданиями в голову отлично еще и серия шестнадцать интересно больше двадцати одного смогу настрелять тьфу ты елки попасть не могу ой какой ты молодец да не торопись отлично бочку взорвем и можно перезаряжаться у семьсот сорок почти настрелял уже вот тебе спецоперация блин да здесь серия никакой не пахнет ну и ладно не очень то и хотелось так вот так блин даже не знаю какой-то восторг все-таки есть от этих всяких оч ачивок каких-то нашивок жетонов наверное потому что их блин в последнее время все реже и реже удается нафармить открыт это уже немало таких довольно простеньких которые ну легко там достижения какие-то даются остались такие более или менее требовательные к времени обстоятельствам каким-то ох и тит твою мать мне бы перезарядиться но что-то они слышу уроды ух ты серия десятка это все конечно хорошо 14 15 блин патроны 17 18 нахрен как тут выбраться застрял что ли вот нормально все вроде закончились евалки-палки чуть не сплоховало мне тут да один из тоже таких говнистых блин рубежей вот на энигме там блин сложновато было но обычно я с энигмой успевал разобраться единственное я говорю меня из-за того что откинуло немножко назад и я не там оказался хорошо что меня тп шнуло потом вперед но это еще на птс когда я пытался пройти первый раз там вообще текстуры пропадали это вообще весело было иди к черту до до скорой встречи вот так всегда приятно работать с вами все все следующий этап ухренеть 33 минуты нифига себе для меня это марафон короче персональный о выбрались на поверхность ну да оберн короче использовал как хотел нас походу говнюк хрен с тобой так теперь бы не слиться на минах вот здесь вот обычно как разгоняются на радостях что делать а поверхность бегут волосы назад а про мины забывают пофармим немножко сик дистанция позволяет баловство с пистолета да и пистолет позволяет вот эти вот боты они вообще жиденькие вот эти вот которые с ппшками диверсанты ну они видишь если близко подходят то здоровски режут одна тычка и 20 20 примерно процентов хп нету броня тут вообще не при делах и вот таких вот человека 4-5 подбежит по тычке сделает и все нету варфейса ух ты мать моя блин только что говорил про тех кто вытряхивается сломя голову бежит блин хорошо что я не взорвался повезло повезло чуть левее все пиши пропало а еще один так ну диверсанты жиденькие они в голову шотятся там на любой дистанции по-моему попасть бы еще они по-моему и в тушку там 2-3 патрона всего вот так но все здесь уже дела посерьезнее пошли я не хочу рисковать лишний раз и поэтому за дело берется пулемет нормательно есть есть что не подлет то доминант доминатор точнее доминант ой отлично а вот где фарм блин вот блин где фарм красиво так смотрится там этот рассвет или что там а вот эти вот типки жесткие они не шотятся в голову даже с пулемета не говоря уже про пистолет блин я же первую не добил как уже вторая подлетает что за бардак ого блин у пары еще неудобная такая отдача вот честное слово пара удобна наверное только для того чтобы энигм пилить на средней дистанции и какие нибудь турельки а вот для стрельбы на уже такие более дальние дистанции не особо удобно потому что у нее отдача вот вверх вниз плавающая капец неудобно зажимать так ух ты е-мое слева и молчишь стоишь так вроде бы все по-моему шесть щитоносов я вот сколько ходил я насчитывал всегда шесть и шестого я вот только что убил так что можно браться за мамонта ну мамонт только звучит устрашающе так-то на легкой на сложке он тут изичный в принципе вот и вся любовь так где все теперь осталось винтокрыл разобраться и последний рубеж последний рывок есть ой здорово как раз рядышком тут лови еще так своевременно эти типы подлетают как раз ай блин профукал залп твою мать как раз когда наводишься на этот вертолет и эти летят блин сбивается ракета да ну за две то за уже третий проход с парой уже подпривык к отдаче пулемета и залетает все здоровски просто есть все винтокрыл накрылся отлетался мать его да ладно тебе ну все возьму с собой еще рпг чтобы было у меня пару залпов можно в принципе по унигмам шмалять с этих ракетных гранатометов что я и буду делать но на последних чтобы они были накоцаны уже все вот здесь вот немножко еще хитрость применить придется потому что там сразу лцу не хочу я рисковать знаки да есть но тут дело принципа я хочу без смертей поэтому я на крыше немножко задержусь спровоцировал вот этих вот спецназовцев все отстрелял ну все отлично теперь мне ничего не мешает и как говорится поехали все последний рубеж последний рубеж мать его для одного игрока если честно здесь довольно много целей и блин приходится здесь поднапрячься реально чтобы не зарубили тебя все пошли эти энигмы а тут еще прикол в чем я отхожу от них постоянно здесь можно это себе позволить потому что энигма не так сильно коцает вот на с ложки она уже завалит вот если первого можно не отходя от кассы как говорится давай давай блин в голову уже вроде стреляю видите как у пары отдача блин вверх вниз вверх вниз все здорово вот короче первого не отходя от кассы а второго вот так вот немножко как рак как говорится 5 назад вот так вот отстреливаешь да я вот здесь немножко экспериментирую насколько сильно они коцают вот отлично в принципе не сильно хотя их было человек 5-6 наверное да и хочу еще кое-что попробовать слепануть слепятся они интересно да слепятся здорово вообще кайф ну все у меня-то шлем в принципе с антислепой это же элитный шлем другие я на пве да и на пвп в принципе на штурмовика я и не таскаю все строго по элите блин зараза заметили да эти рпг вытряхиваются и они заметили да эти рпг когда появляются они сразу же по укрытиям стреляют не по игроку а по укрытию в первую очередь расхреначивают укрытие то есть на профи блин это будет проблема давай давай есть ой как неудобно блин вот стоя сидя еще более или менее лежа вообще кайф конечно почти не чувствуется вот это вот возням вверх вниз прицела а вот блин стоя и тем более на ходу это вообще капец блин да давай все а вот он еще один еще один да ладно ну все теперь точно конец все на ту сторону полю мини карту где появится мне значок еще такое еще что ли а точно сотри бот остался нет с той стороны все остаемся здесь значит а ну да под дымом сейчас еще пару тройку летунов подлетит точнее пару тройку волн летунов седьмой восьмой девятый тысячный бот больше тысячи я говорю я первые два раза проходил больше тысячи было и в этот раз то же самое круто не меня ваш дым совсем не смущает ну да эти боты вообще смотри чуть-чуть задел блин они уже скопытились и сразу же сзади значок появляется ярлык тихо тихо не вздумай не вздумай отлично что у меня есть небольшой хотя бы запас за спиной чтобы блин отойти можно было ну это будет просто так увидал ящик расхреначили вот урод еще и правую так где сзади за спиной слышу да появился там ярлык понятно значит сюда лови хочу откидать все гранаты кроме слепой чтобы есть все гранаты чтобы слепы чтобы блин ну просто четверку тыкнул и стопроцентно у меня появилась слеповая чтобы никакой ошибки не было а то как оно бывает стоишь тусуешь эти гранаты блин нужную пока найдешь тебя уже там и убьют и похоронят вот она последняя волна один одна энигма вот сейчас две энигмы и вот как только вот я предпоследнюю одну из этих убью лови есть вот этого бы накоцать еще ой хорошо все как только я вот эту энигму сейчас завалю подлетят эти уроды держи все слепо наготове эээээ тихо слепо отлично лови эй урон эй че за херня че за херня только что была офигеть повезло повезло или не знаю или не повезло наоборот что урон не прошел офигеть я не думал что мне придется еще и ерзать там гром классный да блин я если честно очканул когда урон не прошел по этим ботам последним все прошло успешно слава богу 1047 убийств 698 из них в голову я думаю что показатель более чем удовлетворительная ну и награда в принципе я сюда не за наградой пришел а за незабываемыми впечатлениями на этом у меня все да довольно долгий видос но блин это спецоперация как же иначе здесь по другому никак спасибо огромное вам за просмотр надеюсь видео вам понравилось и всем удачи удачных проходов побольше варбаксов копите кстати скоро так что всем удачи всем добра всем пока удачных